Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Генеральный секретарь спортивного арбитражного суда ответил на запрос в сборной США о присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой. Напомню, 24 августа олимпийская команда США обратилась в спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки. Слушания пройдут с 26 по 29 сентября. Поскольку ни одна из сторон не потребовала проведения публичных слушаний, ваш запрос был передан панели спортивного арбитражного суда, которая примет решение, может ли представитель присутствовать на слушаниях. Что касается прозрачности, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что разбирательства в спортивном арбитражном суде в целом являются конфиденциальными. Но учитывая масштаб данного дела, спортивный арбитражный суд опубликует несколько пресс-релизов, чтобы осветить ход арбитража. Кроме того, окончательное решение также будет обнародовано, говорится в письме генерального секретаря спортивного арбитражного суда Матье Риба. Тем временем Камиле Валиевой присвоили звание мастера спорта международного класса. Об этом говорится в приказе Министерства спорта 24 марта 2023 года. Валиева стала победительницей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине, но медали так и не вручили, так как началось допинговое расследование в отношении фигуристки. В феврале 2022 года Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России. Татьяна Тарасова отреагировала на присвоение Камиле Валиевой звание мастера спорта международного класса. Это хорошо, заслуженно. Нам бы хотелось, чтобы в будущем Камила нас еще порадовала большими спортивными победами. Думаю, эта девочка может нас порадовать, сказала Тарасова. Стало известно, почему Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев пропустят контрольные прокаты. Причина в травме партнерши. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16 и 17 сентября в Москве. Еще одна спортсменка, которую болельщики не увидят на прокатах, это Александра Трусова. Также сообщалось, что спортсменка не планирует соревноваться в сезоне 2023-2024. В прошлом выпуске я говорил об этом подробнее, поэтому если вы по каким-то причинам еще не смотрели прошлый ролик, то ссылка на него прямо сейчас появится в правом верхнем углу. Татьяна Тарасова и вовсе считает, что Александра Трусова завершила карьеру. Я думаю, что это конец ее карьере. Она уже год пропустила. Очень жаль, потому что она молодой человек и ничего еще не показала. Не раскрылась, конечно, сказала Тарасова. Олимпийская чемпионка Елена Бережная высказалась о пропуске Александры Трусовой контрольных прокатов. Конечно, Трусова важная фигура и всем интересно ее катание. Всем интересно за ней следить. Наверняка у нее были причины так решить, так поступить. Не просто же так это все, но у нее много фанатов, которые за ней с удовольствием бы понаблюдали. Как можно вернуть ее мотивацию без международных соревнований? Хорошей зарплаты только. А так мы можем только фантазировать, что ей вообще нужно. Можно ли сказать, что Трусова завершила свою карьеру таким решением? Не факт. Многие пропускают сезон, а потом возвращаются. Так что еще посмотрим. Но на данный момент она входит в тройку лучших фигуристок России, сказала Бережная. Тем временем, Матч ТВ сообщает, что Александра планирует создать ледовое шоу. Татьяна Тарасова оценила перспективы ледового шоу Александры Трусовой. Мне кажется, она еще маленькая девочка, чтобы создавать свое шоу. Работать в шоу одно дело, создать его совершенно другое. Надо иметь опыт, много смотреть. Мне кажется, у нее такого опыта нет, говорит Тарасова. У нее спросили, готова ли она оказать помощь Трусовой. Знаете, никто не просит и, думаю, не попросит. Эти девочки очень уверены в своих силах. Что такое создать? Создать это и придумать, и набрать людей, предложить им зарплату, сделать им интересный график работы. Поставить им разнообразные номера и танцы. Откуда она может знать, как это делать, сказала Тарасова. Не верит возвращение Трусовой на соревнования и тренер Инна Гончаренко. Она считает, что ей будет сложно вернуться. У тренера спросили, получается, что Трусова, по сути, завершит карьеру и уйдет в шоу. Думаю, что да, контрольный прокат – это, по сути, ворота в сезон, где проверяется готовность. Если выбор сделан в пользу проведения своего шоу, это очень ответственное мероприятие, которое будет требовать от Александры вовлеченности, времени и сил. Совмещать это с тренировками будет достаточно проблематично, говорит Гончаренко. У тренера уточнили, по ее мнению, Трусова просто сделает паузу или окончательно уйдет. После длительных пауз очень сложно возвращаться, хотя мы знаем, что Саша девушка с характером, и для нее нет ничего недостижимого. Думаю, это будет достаточно сложно. Скорее всего, выбор будет сделан в сторону шоу, сказала Инна Гончаренко. А теперь перейдем к новости, которая вас удивит. Даже двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставистский признался, что он не поверил в эту новость, когда узнал. Самое обидное, по его словам, что много сил и времени было потрачено впустую. Танцевальная пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол распалась. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России. По обоюдному решению пара прекратила свой творческий союз, говорится в сообщении. Кагановская и Ангелопол победители финала Гран-при России 2023 года. Победители и призеры этапов юниорского Гран-при. Победители и призеры этапов Гран-при России. Валерий высказался о распаде пары. Никогда и никаких комментариев я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик я обязан оставить ссор в избе. Если мой бывший тренер или бывшая партнерша захотят высказаться, это их выбор. Я промолчу. Всем всего самого наилучшего. Искренне, сказал Ангелопол. Тренер Анжелика Крылова объяснила распад дуэта. Василиса и Валера больше не катаются вместе. Да, у ребят были конфликты летом, но мы их уладили и сейчас уже вроде не было никаких предпосылок. Мы активно готовились к прокатам. Но вот так вышло. Это было Валерина решение. Я как тренер совершенно не согласна с ним. С моей стороны было принято множество всевозможных попыток сохранить дуэт. Валера в моей группе больше кататься не будет. Василиса остается кататься у меня в группе и на данный момент находится в поиске партнера. Написала тренер Анжелика Крылова. Позже она также заявила, что Валерий категорически не хочет кататься. Это была инициатива Валеры. Я была категорически против. Василиса тоже. Сегодня у нас на катке были представители нашей федерации. Мы все это обсудили. Валерий категорически не хочет кататься. Убеждать его об обратном оказалось совершенно невозможным. Хотя никаких веских причин на все это у него не было. Они были отлично подготовлены к сезону. И у меня есть причины думать, что он мог бы стать для них успешным. В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо. И, конечно, она не захотела ничего подписывать. Будем искать Василисе партнера. Она остается в моей группе. С одной стороны, я очень расстроен. С другой, даже рада, что это произошло именно сейчас. Конфликтная ситуация создана была ни на чем. Говорить было невозможно. Это поняли сегодня все. У нас уже были похожие ситуации, но мы сохранили, слепили, помирили их. Но если человек не хочет, значит не хочет. Василиса остается у нас в группе. Я ее буду поддерживать. А Валере желаю удачи. Желаю следовать своим амбициям, добиться успеха. Но все-таки определиться для себя. Что для него важнее, спорт или какие-то другие вещи? Сказала тренер Анжелика Крылова. Василиса Кагановская рассказала о распаде пары. Дорогие друзья, как вы уже видели, нашей пары больше не существует. Я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану. Все началось 4 июля. Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причину я прекрасно знаю. Он говорил ее своему другу и моей маме. И она никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильно. Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной сделали все, чтобы сохранить пару. И на какое-то время это получилось. Мы все обговорили и готовились все это время контрольным прокатом. Но 3 дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я его не подпишу до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть. Я прикрепила фотографию. Мы пытались поговорить. Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие. И только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры. Но я благодарна за эти 5 лет, было много хороших моментов и побед. Я многому научилась за эти годы и я иду дальше. Я люблю свое дело и полна мотивации продолжать кататься, но уже с другим человеком. Спасибо всем болельщикам за поддержку, написала Кагановская. Илья Вербух назвал потери распад дуэта. Это, безусловно, потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту. На нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах. Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. На данный момент это действительно потеря для нашего фигурного катания. У Василисы огромный потенциал. Думаю, у нее есть большой выбор партнеров, с кем можно встать в пару. Она очень яркая партнерша. Я уверен, Василиса еще проявит себя в другой паре. О дальнейших планах Валеры пока не знаю, но, конечно, это потеря. Очень грустно, что сейчас мы будем смотреть чемпионаты без этой молодой талантливой пары. Мне грустно, потому что мне они очень нравятся. Это было единственное по-настоящему яркое пятно. Все остальные пары у нас достаточно взрослые уже, и рассматривать их в далекой перспективе сложновато, сказал Авербух. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч!